ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Восемь часов тридцать четыре минуты, пятница, двадцать второе апреля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Я Анастасия Анушко, ведущая программы «Здравствуйте, Настя». Здравствуйте. Здравствуйте. А у нас музыка изменилась? А? Это музыка изменилась. Нет, просто я одну фразу музыкальную пропустил и вступил на другой отчет. Отчет, 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 отчет. Свежо, свежо. Свежо? То же самое, то же самое, слушай. Нет. Так, где отчет по «Дискавери», спрашивает меня «01». По «Дискавери» я вам скажу, я отъездил на «Дискавери» дня три, вот этот четвертый «Дискавери». А я уж подумала. Отъездил, нет, отъездил, Настя. И должен сказать, что с удовольствием, но понимаю, почему нет. Потому что я довольно долго ездил на высоких машинах, вообще долго ездил на высоких машинах. И я утомился от этой боковой качки. И я ровно поэтому выбрал сейчас распластанную 13 сантиметров тачку, которая у меня лежит на асфальте, и четырьмя когтистыми лапками держит асфальт, понимаешь? Вот я сейчас хочу сидеть с задницей на асфальте. Поэтому у меня Ешка с АМЖ-шной подвеской. И когда я пересажусь в высокий, и опять начинает раскачивать, вот в этом гамаке невероятном, я без удовольствия отношусь к этому, понимаешь? Вот. Может быть, это этап. Может быть, я вернусь опять к высоким машинам. Значит, что я могу сказать про «Дискавери»? Первое. Низкий расход топлива. Раз. Действительно низкий. Второе. Очень породистый двигатель. Очень породистый двигатель. То есть я чувствую, он такой нервная злючка такая, знаешь, вот такая вот. Поддаешь ногой. Раз. Раз. Еще если киком его потренировать чуть-чуть, он прям совсем хороший такой, нервненький такой становится. Прям вот. Понимаешь, да? Да. Качает, конечно, запредельно. Качает запредельно. Просто нужно пакетик рвотный рядом держать. Потому что очень мягкая машина, и это плохо. Дальше. Сделать ее тверже невозможно. Ее можно сделать ниже. Чуть-чуть пониже опускаешь. Она тебе потом на дисплее опять пишет, что вы вернулись на нормальную какую-то высоту. Турурум, турурум. То есть она про тебя что-то знает, но ошибочная. Ты хочешь ее посадить на задницу, а она поднимается. Понимаешь, да? Вот. Машина то поднимается, то опускается. Сама по себе она что-то про тебя знает. У нее там что-то прошито. Все. Все остальное нравится. Все остальное нравится, кроме болтучести невероятной и абсолютно невыносимой, я бы сказал, болтучести. Да хорошо, что вот пока был плохой асфальт, я поездил 3-4 дня на чужом Discovery, потому что мне не жалко было его до известной степени. Ну понятно, да? Да. Ну то есть мне его было жалко, как человеку цивилизованному. Ну не жалко, потому что это не мои деньги. И вот по плохому асфальту я на высочайшей резине, на высочайшем профиле покатался на чужой машине. Ну и хорошо. Правда же? Прелестно. Все, поехали. Неизвестные обклеили Малой Казихинской портретами Никиты Михалкова. Это там есть люди, которые пытаются воспрепятствовать таким образом Никите Сергеевичу в строительстве гостиницы. Михалков строит гостиницу, сделавшись отчасти не просто артистом, но и таким обжуазившимся артистом. И он строит себе гостиницу, а там люди вот плачут с горя. Я думаю, Никита Сергеевич не обратит внимания на такие мелочи. Конечно, конечно. Это мелкие какие-то инфузории туфельки суетятся, когда он величественно... Может быть, он даже подумает, что это его поклонники. Там что-то подписано или там просто подписано? Он там в какой-то красноармейской такой шапке, в какой-то большой звездой страны. Непонятно. Рублевский архитектор опознал заказчицу из налоговой инспекции. Вот интересная тема. Вот интересная тема. Архитектор подмосковного особняка на Рублевке опознал своих заказчиков, смотрите, в отношении которых, по данным газеты РУ, работодатель погибшего в СИЗО Сергея Магницкого, директор Firestone Duncan, Джемисон Firestone просит возглудить уголовное дело. Речь идет, вы знаете, что люди, которые работали с Сергеем Магницким, в том числе Hermitage, в том числе Firestone, Duncan и так далее, люди, которые работали с Сергеем Магницким, они продолжают преследовать людей, которых они считают замешанными в убийстве по существу Сергея Магницкого. По существу, да, ну, это оценочное суждение. Ну, так вот, значит, что продолжается? Теперь в Швейцарии нашли деньги, как бы вот этих истязателей Сергея Магницкого, которые доистязали его в конечном итоге до смерти. Вот, нашли деньги и их ищут. И вот интересная вещь. Они подошли к архитектору, который человек светский, который человек существенно, понимаешь, да, с репутацией, в том числе с европейской репутацией, и он мгновенно указал на чиновников, которые у него устроили. Ты понимаешь, в чем дело? Да. То есть, чиновники берут архитектора в сообщники, а он нет, а он нет. Ну, а для него что, они клиенты какие-то? Послушай, ну, это же важное отличие. Они считают архитектора... Что он их не сдаст, вы думаете? Разновидностью, разновидностью сообщника. Понимаешь? Что это, пацан, ну, срубить хочешь, пацан? Он говорит, я хочу срубить, да. Он отчетливо произносит. Я хочу срубить, да. Они говорят, пацан, нормально все будет? Давай, строй. Потом к нему, к пацану подходит, говорит, слушай, а кто у тебя строил? Он говорит, ну, как же Степанов? Ну, не знаю, Сергей, а возможно, что он не знал, что они... Вот у них совокупный доход 38 тысяч рублей в месяц. Просто на него выходят люди и говорят, какие-то некто Степановы. Господа, может быть, они фаянцем торгуют? Если верна информация, которая распространяется про Степановых, в то время как Степановы торжественно молчат, то у них есть вилла на берегу Персидского залива, у них есть вилла в Черногории, у них есть вилла стоимостью около 20 миллионов долларов. Около 20 миллионов долларов в Москве, в Черногории 500 тысяч долларов, на берегу Персидского залива 3 миллиона долларов. Кроме этого, 280-метровые квартиры в Дубае за 4 миллиона долларов, а также еще в Credit Suisse сколько-то там 7 миллионов долларов, 7 миллионов евро, простите, только за месяц. 7 миллионов евро получил человек только за месяц. Ну, как бы они выхватили месяц, может быть, в другой месяц он получил одну копейку, а может быть, 100 миллионов евро, никто не знает, понимаете, да? Ну, так вот, потому что нет документов. И вот в этом проблема, что они, когда они пацану заказывают, архитектору, они, поймите, русский богатый человек, в принципе, вне зависимости, чиновник он или бизнесмен, относится ко всем остальным не равне своей, относится как к халуям. А вы думаете, архитектор у вас? Архитектор разновидность халуя, конечно. Ну, о чем ты говоришь? Ну, конечно. Архитектор разновидность халуя, это обслуга. Архитектор, я тебе скажу так, архитектор такая обслуга, которую можно посадить с собой за стол. Один раз. Ну, как бы, то есть, понимаешь, да, архитектор это такой халуй, который может сесть с тобой за стол, потому что это такой странный чубрик такой, который где-то витает в эмпиреях. Затучился, да. Ну, да, 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 да. То есть, это как бы тебе сказать? Ну, как сказать? Например, есть обслуга донтист. Твой донтист, твоя обслуга для богатого, правильно? Но это такая обслуга с высшим образованием, которую можно посадить за стол в каких-то обстоятельствах, понимаешь, да? Как ели же маршалы со своими шоферами вместе на фронте. Ну, как бы маршал и шофер вместе едят. Вот. Это о чем говорит? О демократичности ситуации. То есть, в иных обстоятельствах он не сядет с шофером. Правда же? Для шофера выстроен специальный домик, где, так сказать, мама Дуся подаст ему штец. И двигать гаража, чтобы он мог быстро подбежать в машине. Конечно, конечно, конечно. Ну, вот. И они... А это ты, он их сдал спокойно. Он их сдал, мамочка. И его спрашивают, все спрашивают, скажите, пожалуйста, архитектор Алексей Козырь, слушайте, а вот особняк вот этот вот, примерно 20 миллионов долларов, значит, это кто? Он говорит, да нет, это Степанов. Говорит, конечно, он и деньги платил все время. Он, да, он и... Нет, а вы знаете, что, Сергей, что этот особняк был выставлен на конкурс московской коттеджной. Да-да-да, я сейчас могу вам точно... И второе место занял. Жесть, жесть, жесть. Да, какой доход, ты говоришь, у семьи Степановых в год? В месяц 38 тысяч совокупных рублей. Рублей. Ну, как зарплата, плюс зарплата, получается... 38 тысяч рублей умножить на 10, получается 380 тысяч рублей, плюс 72, получается 452 тысячи рублей в год. Я сейчас поточнее посмотрю. Я тебя отличаю. Ну, что ты... Нет, я вот эту 38 тысяч, я помню цифру. А, сейчас окажется, ты их оболгала. Она их оболгала. 8.44, через минуту вернемся. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. 8.45, да, 0.2, абсолютно с вами согласен. Да, в представлении новых русских, в представлении новых русских чиновников, в представлении новых русских олигархов, журналисты тоже Хэллуи, да. А 802, говорит, ведь и журналисты тоже. Ну, конечно, абсолютно, абсолютно согласен. Дантист, значит... Ну, в любом случае, любой человек, который не решает вопросы, вот, понимаете, у них, в принципе, в принципе, у людей современности, у знати современности, главный критерий твоей принадлежности к собственным людям, потому что есть собственные люди, а есть, как бы, отбросы. Если ты, собственно, человек, то ты решаешь вопросы, понимаешь, да? Вот какие вопросы решает Аножка? Да никакие. Какие ты вопросы решаешь? Да пошла ты. Слушай, вот они так тебе скажут, или извини? Нет, я уже не понимаю. Понятно, да? Значит, слушай, а какие вопросы решает архитектор? Да никакие. Да никакие. Да пошел. Да пошел. Да о чем ты говоришь? Ну, не он так другой. Да мы француза наймем. Да мы англичанины. Да мы американцы привезем сюда. Лучшего. Лучшего. The best. Мне the best. Мне the best. Все. Быстро. Я сказал вчера. Быстро. Сейчас пошли, сделали. Все, вчера. Все. И все. Понимаешь? То есть, если ты не решаешь вопросы, говно твоя фамилия. Понимаешь, да? Все, и все, и все. Забыли. Забыли. Проехали. И это относится и к журналистам. Спасибо большое 801, что вы 802, простите. Конечно, вы напомнили, я об этом всегда знал. И никогда даже не заблуждался на свой счет. Слушайте, интересная тема. Как делится русский миллиардер? Разный миллиардер. Как делится? И мультимиллионер, коррупционер, чиновник. В смысле, типология вы имеете в виду? Ведь он разный, типология, типология, типология. Для меня принципиально важным, считай, вот смотри. Классифицировать. Значит, классифицировать. И я их классифицирую следующим образом. Существует миллиардер или мультимиллионер, который, значит, вот чиновник, неважно, или бизнесмен. А зачастую одно и то же. Значит, это такой, знаешь, вот лесковский типаж, такой купеческий. Такой купеческой стати. Он, может быть, даже и подтянут. Но чуточку все равно с маленьким округом животиком, чуточку он подтянут. Он в лакированных туфлях ходит. У него туфли лакированные. У него бэха. Бэха у него. Причем X6, может быть, такая какая-то бэха. Или паршак. Да? Но он все равно очень отличается путем досуга. Потому что он слушает в этом своем парше, а слушает шансон. Он что, абсолютно верно? Как ты знаешь? Откуда ты знаешь? Я недавно ехал. Нет, нет, нет. Стоп, стоп. Или юмор ФМ. Или юмор ФМ. Да, да. Это меня наносили. О чем ты говоришь? Конечно. Значит, дальше. Он человек широких нравов. Он сам коптит рыбку. Он сам коптит осетров. Он на пикниках. Он человек вот какой-то такой славной. Такой он славной русскости какой-то человек. Он парится в баньке. Понимаешь? Да, бильярд русский любит. Он на бильярде играет обязательно. Когда ты заходишь к нему в дом, он говорит, пойдем в бильярдную. Ты играешь на бильярде? Они говорят, в бильярд. В бильярд. В бильярд. В бильярд, да. Но этого не существует, игры в бильярд. Но неважно. Они говорят, значит, и они, ну, спрашивают тебя, ты играешь? Шары пойдем. Играешь ли ты на бильярде? Да. И ты говоришь, что ты не играешь на бильярде, и сразу ты падаешь катастрофически. Понимаешь? Ты превращаешься в разновидность скота, потому что благородный мужчина и так далее. И есть другой разряд. Есть другой разряд. Это такие космополиты, люди вселенной, которые вот как раз в Бурш-Аля-Раб, там, я не знаю, в Дубаях что-то покупают. Где-то вот такие, понимаешь? У них где-то что-то есть в Альпах. Путешественники. Нет, сказать, вы знаете, мы иногда любим навестить свой домик в Альпах. Да, в Альпах. Да, у нас шале небольшое. Не совсем, совсем крошечное шале. За какие-то жалкие 3 миллиона евро-то. Вот, значит, а вы предпочитаете район Давоса? Боже, это ужасно. Там же совершенно некрасивые виды. И, ну, конечно, конечно, когда говорят, я вдово... Что вы вдовося? Да ну, о чем вы? Ну, там же совсем некрасиво. И так далее, понимаете, да? Вот они, это другой разряд. Это другой разряд. Небольшая квартирка в Лондоне, у Найтсбридж. Небольшой домик в Швейцарии, шале. Чуточку что-то должно быть на море обязательно. И они, извиняясь, говорят, что купили что-то в Черногории. Извиняясь, Настенька. Знаешь, почему? То есть неприлично. Это не совсем прилично. Это не совсем прилично. Покупать в Черногории не совсем прилично, но при этом упоминаются фамилии. Говорят, ну, там же Абрамовичи, Дерипаска. То есть как бы тебе говорят, еще кого-то из деятелей искусства упоминают, так сказать, там и вот и Х, и Y. И таким образом, как бы верифицируя возможность жить в столь низком месте, как в Черногории. Вы знаете, ну, там засущие копейки, не знаю, такая слабость. Какая-то слабость. Вот иногда вдруг заехать в Черногорию. Так это, конечно, слабость человеческая, жить в таком низком месте, потому что полагалось бы жить в Монако, в Монако. Но, ну, понятно, да? Вот. А какая веселая компания была этим летом в Порто-Деймарме? Какая веселая компания была этим летом в Порто-Деймарме? Вот. Понимаешь? Надо как-то все время знать, какая компания. Тусил. Да, я был там в гостях. Да, видел, да, Полиночку видел, да. Вот и все. Понимаешь? Вот как бы так. Слушай, это они легкий джаз. Да. Так вот, две разные элиты. Ребят, у нас две разные элиты. И как-то они мирятся. Тебе никогда не... Для тебя никогда не было проблемой вот этой вот... Ты понимаешь, что... Я не встречаюсь. Нет, секунду. Новый мир и современник поженились внутри русской современной элиты. Ты понимаешь, это что я говорю сейчас или нет? Непримиримые, непримиримые люди, западники. Сейчас Герсон какой-нибудь, понимаешь? И Константин Победоносцев какой-нибудь с другой стороны, я не понимаю. Понимаешь, да, о чем я говорю сейчас? Они поженились, они вместе, они любят друг друга. Один из них ходит в лакированных туфлях. И строит восьмиэтажный особняк в Немчиновке. Или по Дмитровскому шоссе на этих самых озерах, на водохранилищах. Понимаешь, знаешь, о чем я говорю? Другой ездит в Порто-Даймарме. Увидится с Полиночкой, может быть, Ксюша подъедет. Вот, понимаешь, да? Значит... И они все равно их счастливы вместе. Как это происходит? Как это происходит? Объясни мне, почему они помирились? Почему они любят друг друга? Волшебная сила денег. Волшебная сила денег. Ура! 8,51. Реклама. В движении. В движении, в движении. 7, 8, 8, 107, 0. 7, 8, 8, 107, 0. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии в эту пятницу. Вы купили яйца, кстати говоря, про яйца, если говорить про яйца? Я нет еще. А вы какие покупаете? Белые или коричневые? Обычно коричневые, но в этот раз куплю белые. А зачем? Потому что... А? Ну, в этот раз белые надо покупать, чтобы... Я не спрашиваю вас, чем вы будете их красить. Скажите, вы красите их луковой шелухой? Нет. А вы уже сходили... А я уже сходил, между прочим. Знаете, куда надо ходить? Да. Нужно ходить к азербайджанцам на рынке и выпрашивать луковую шелуху. А вы будете так делать? Я уже это сделал, Настенька. Настенька, посмотри на меня. Да. Я запасливый. Я как хомяк, девочка. Я как хомяк. Я уже запас луковой шелухи. Молодец. Да, здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро. Здрасте, как вас зовут? Меня зовут Игорь. Однозначно пробка на обручу от Ленинского в сторону профсоюзной. Вчера был очень сильный провал грунта. Ага. Метров шесть квадратных, вот не видел такое. Провалилась, ехал два ряда. От этой дырки дна не видел. Мама, может быть, это преисподня? Слушайте, а это со стороны леса, да? Кто? Со стороны леса, а там что, копали, что ли? Почему вдруг случилось? Рабочие были, не знаю. Господа полицейские стояли. Физика такая, изумлялись все. Спасибо большое. Все стояли и изумлялись. Мол, чей такой-то? 7-8-8-107-0 в движении. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Павел Пятницкий. Здравствуйте, Павел. На Рязанку, тут еще хуже. С надвигающими, Севастополь. Впрочем, нельзя же поздравлять. Сегодня распятие, собственно говоря. Да, наоборот, мы скорбимся. В открытии поздравим. Сегодня скорбим, 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 скорбим. Поехали дальше. Ежа-пастушок, поиграй. Поехали. Рай, мой друг, Сережа. Сей век, время на рай рожжет. Девять часов, четыре минуты, пятница, 22 апреля. Здравствуйте, Великий Город. Здравствуйте, все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая программы. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Я чуть не сказал Великий Ленин, слышишь? Да. Я, да. Здравствуй, Великий Город. Я чуть не сказал Великий Ленин. Вот эти. Сегодня же день рождения, Владимир Владимирович. Да. Ёлки, а мы что? Ну, мы... Мы же споем тогда. Споем что-нибудь, а? А что, да. Ну, что это такое? И Ленин такой молодой, и юный. А там октябрь мешается, потому что апрель должен быть. И юный, апрель. Что это такое? Давай что-нибудь жахнем. Давай. Я сейчас скачу, пока ты будешь делать потом обзор печати, я закатаю в наши репортажи через компьютер эту самую, нашу Родину революцию. Жахнем? Ну, пожалуйста. День рождения, Владимир Владимирович. Ёлки, ну чего мы как эти последние подонки, а? Нет, надо отпраздновать. Надо отпраздновать, мне кажется. Да, коня, абсолютно. Слушайте. Так. Почему в Ливию палет, беспилотники, что там происходит? В Ливии, как выяснилось, оппозиция оказалась тройболистской, тройболистской сепаратистской группой. Так что вот проблема. Перед... Эта проблема, и теперь там тройболистскую сепаратистскую оппозицию учат сделать сепаратистскую оппозицию. Они не хотят. К-860 ХН на газели выбросил окурок скотина из окна. Ай-яй-яй. Люди, не будьте свиньями. Сергей Одинцов. Сергей, они пачки кидают. Они скомканные бумажки кидают. А из лексусов, дорогих лексусов, летит в наше окно салфеточка. Чуть с помадой. Это очень интеллигентно считается и очень качественной, доказательство качественной жизни, когда салфеточку выбрасывают девушки, например, из богатых машин. Да, ну, скоты. А что, скоты? Ну, надо их любить. Это же наши скоты. Хорошо. Перекрыт внешний МКАД перед Рублевкой. Сообщает 72-й. Метров 300 от Венитру Калужская в сторону Чертановской. Дырка в полу. Это в земле имеется в виду, да? Вы по полу называете, конечно же, землю, да? Яйца нас надо красить. Так, секундочку. Вот дослушаю выпуск и пойду в храм, говорит В. Вот, спасибо вам огромное. Вот, спасибо, мы хоть одного человека сподвигли. Понятно, вот он и будет один там в храме, бедный, В, ходить, слоняться. Так, 9 часов 6 минут. Мы переходим к теме. Слушайте, нам бросили ссылку. Спасибо большое. Я только что ее выложил в Фейсбуке и в Твиттере. А Настя? Смотри, Настя хорошая, я плохой. Давай, говори. А я на сайте русновости.ру в блоге. То есть, Настя, слушай, Настя на корпоративном сайте выложила. То есть, Настя работает на РСН. А, значит, Даренко, он все-таки... На Фейсбуке вы работаете. Он гад, он гад. Он работает на себя. Он выложил на своем собственном. Значит, ты... Я сейчас пойду тоже к себе на Фейсбуке. Спокуха. Я выложил в Фейсбуке и в Твиттере ссылку роскошную с Dirty.ru. Это очень благородный ресурс. А нам слушатель. Спасибо слушатель. Спасибо слушатель. Кто бросил? Кто? Хороший человек бросил. Смотрите. Значит, начальник ДЭЗа Московского микрорайона Ясенева. Начальник ДЭЗа Московского микрорайона Ясенева. Знаете такое Ясенева? И ДЭЗ, да, да. Завел себе аккаунт в Одноклассниках. Как человек современный. И разместил там фотографию собственной яхты Александр К. Это совпадает с его именем и фамилией. Александр К. Яхта эта стоит существенно больше трех миллионов долларов. Существенно больше. Значит, начальник ДЭЗа. Вот старушка. Русская демократичная бабушка из Ясенева. Бабушка Ясеневская. Слышишь меня? Да. Голубушка. Все закрылые. Значит, у вас есть начальник, который главный у вас в канализации. Понятно, да? Да. Какашечки которые, да. Он их превращает в яхту за три миллиона долларов. Понятно? Нравится вам это? Всплакни, старушечка. Всплакни, родимая. Всплакни. Посчитай гривенечки. Пойди купи себе замороженные курочки. Ха-ха. А он сейчас поедет на яхту. Потому что сейчас праздники с вами. Понимаете, надо от вас, дур, отдохнуть. От бабушек-то. Он поедет на яхте за три миллиона долларов. Я всех поздравляю. Посмотрите ссылку. Очень смешно. А яхта красивая. Знаете, за что я не люблю такие яхты? Ты управлял яхтами? Нет. Я, да. Посмотри на меня. Да. Я управлял яхтами. И чем вы их не любите? Проблема вот таких яхт, как у начальника московского ДЭЗа, московского микрорайона Яснево, проблема абсолютно существенная. Так. Парусность сбоку очень высокая. Потому что она высокая яхта. Смотри, у него в трюме раз этаж, да. Качает она. Два. И у него, конечно. Завалиться может? Нет. Если что. Ну, реально нет. Завалиться она не завалится. Он же не в Гибралтаре ходит, как я ходил. А где? Ну, хорошо. В Гибралтаре там волна и звенит. Просто качает, да? Хорошо. Он ходит где-то, судя по природе, здесь у нас в Подмосковье. Понимаешь? Значит, и это озеро, насколько я понимаю, это как пресная вода. Когда ты ее ставишь к причалу, ставишь яхту, вот эта боковая парусность при боковом ветре сильно мешает. Его надо рассчитывать. Понимаешь? Рассчитывать. Я ставил яхты тысячу раз, ну, хорошо, по одному разу в день ставил яхты, в течение месяца. И я знаю, что такое, когда сбоку дует в такую холеру, у тебя начинает сносить, понимаешь? По траверству. Это же такая ограниченность, ходить на яхте по озеру. Неправильно, да? Ну как, ну что? Неправильно. Ну что, по озеру вышел, на середину. Просто этот начальник ДЭЗа, ясеневский начальник ДЭЗа, просто обмылок какой-то, дешевый обмылок. Конечно, надо еще расти, есть куда. Правильно. Мы-то управляем яхтами в Гибралтаре, скажи. Абсолютно. Да у меня нет никакой яхты. Но я там управлял яхтой при этом. А мне еще надлежит. Тебе? Да, представить, конечно. Хорошо. Поехали дальше. Неизвестные у дверей клиники Рошали устроили провокационную акцию. Неизвестные пришли к клинике Рошали. Вы знаете об этом случае, да? Вот вы знаете, не совсем. Ну, давайте я расскажу. Значит, ночью, ночью, вчера накануне, вечером, поздно, подбежали люди к НИИ детской хирургии и травматологии и потребовали срочную помощь женщине, которой плохо, которая в машине. Понятно, да? Да. В четверг, поздно вечером. Значит, была организована противошоковая палата. Мгновенно там, ну, люди, которые были на дежурстве, без Рошали абсолютно, без Рошали. Мгновенно организовали противошоковую палату. Спустился нейрохирург, подготовился к операции. Ну, я думаю, руки помыл. Поплевал и потер об штанины. Понятно, да? Палок. Ну, как ты думаешь, хирург готовится к операции? Плюет на руки и трет их об штаны, мне кажется. Значит, он сделал все это. И когда все было готово, врачи подошли к машине. Выяснилось, что женщине помощь не требуется. Что это была актриса. Зрелые люди абсолютно. И женщина была профессиональной актрисой. То есть, это была постановочная сценка. Это не дети, не дети, не дети, а взрослые, взрослые актеры. Два актера и актриса. Мы не в обиде. Если это был не злой умысел и не целенаправленная акция, чтобы устроить нам проверку, а затем расписать, как неэффективно мы работаем. Если же это была попытка устроить провокацию, то это настораживает. Отметил Рошаль. Детский врач Рошаль. А что это было, если это не была провокация? А это была провокация. А это была провокация. Через минуту обсудим. 9.11 минут. Погнали. Подъем. Сергеем. Даренко. Нойрусен. Поехали. 9.13 минут. К Рошалю подъехали. Группа. Двое мужчин и одна женщина. Мужчины выбежали и сказали, что женщине в машине плохо. Нейрохирург подготовил операционную. Все встали в позицию. После этого побежали. И одновременно, вероятно, пошли за носилками к машине. Оказалось, что это провокация. Это был розыгрыш. Там сидела профессиональная актриса. Они пошутили. Сам Рошаль считает, что если это не провокация, то все нормально. А если провокация, то это настораживает. Какая реакция у вас? Вот у вас какая реакция? 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да. Алло, здравствуй. Сергей. Натя. Да. Ну, я считаю, что это, конечно же, провокация в свете последних событий, когда мне была оказана помощь в больнице Вишневского, сама собой. И в свете последних событий, когда Рошаль критиковал Голикова. Да, 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 конечно. Вот эти два события важны. Конечно. То есть на фоне смерти депутата от «Справедливой России», который был здесь на съезде, на фоне этой смерти, я думаю, что пытались проиллюстрировать, что у Рошаля то же самое. А вы вообще выступаете за такие проверки? Вот условно говоря, послушай меня, ну их всколотили по-пустому, да? Но это на пользу обществу или нет? Вот это, то, что сделали провокаторы, в конечном итоге, на пользу обществу вот такие провокации или нет, скажи? Ну... Я тебе спрашиваю, это общественный... Я думаю, сейчас или на сейчас... Послушай меня, против Рошаля, который хороший, который, так сказать, и такой тщательно хороший, я бы сказал, многие годы хороший, была проведена провокация. Он выступил против Голиковой, как вы знаете, его пытались опозорить. Но он не опозорился. И результат вот какой. Он посрамил провокаторов, потому что у него, поплевав на руки и вытерев ладони об штанины, уже стоял нейрохирург, готовый залезть в голову этой женщине. Слушай, знаешь, что надо было в наказание сделать провокатором? Провести операцию. Провести операцию этой бабе! Провести вскрытие черепную коробку, конечно. Конечно. И вставить туда пару думающих элементов, понимаешь, да? Знаешь, какие думающие элементы обычного таких баб? Два окурка и два огрызка от яблока. Вот вставить ей в череп два окурка и два огрызка от яблока, чтобы ей было чем думать. Потому что я уверен, что там мыслительного вещества нет никакого. Так, смотрите, тем не менее. Вы считаете, что то, что произошло, общественно полезно? 916-5581. Да, ну да, всех напрягли, неважно. Но это провокация, из которой он вышел с честью. И вообще такие провокации служат для проверки. 916-5581. Нет, эта провокация общественно бесполезна или вредна. Потому что издеваются в общем над специалистами. В то время, как, честно говоря, может быть, они могли бы оказать помощь еще кому-то. Они поставлены в экстренные условия. Они экстренно ставятся на уши. Людьми, которые говорят, ха-ха-ха, мы пошутили. Ха-ха-ха, мы идиоты. Мы ха-ха-ха, идиоты. Знаете, вот так получилось, да? А что? Понимаете? Значит, это общественно полезно, тем не менее, потому что это тренировка, и которая выявила абсолютную степень готовности к клинике доктора Рошаля. 916-5581. Это опасная провокация, которая отвлекает врачей от настоящей работы, которая ставит всех на уши для того, чтобы рассмеяться в лицо. И это паскудство. 916-5582. Сейчас я обсуждаю это по телефону, а вы, пожалуйста, звоните, а я, пожалуйста, вижу, как вы голосуете, а я, пожалуйста, вернусь к этому через минуту. Договорились? Договорились. 7-8-8-107-0, когда я вижу... Друзья, когда вы звоните мне с телефонов с неопределяемыми номерами, я вас тоже вижу и отношусь к вам с огромной степенью симпатии. Но предпочитаю... Я считаю, что неопределяемые номера, честно, вот я вам признаюсь, это, конечно, отстой, братцы. Ну, отстой. То есть вы в отстой. Не потому, что я вас не беру, а потому, что это признак, что вы колхозник, какой-то колхозник. Вот сегодня с неопределяемыми номерами главным образом колхозники ездят. Серьезно говорю. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да. Алло. Да, здравствуйте. А меня зовут Александр. Да, Александр, вы считаете это общество полезно или нет? Да. Это сейчас провокация, провокация против Рошаля после его выступления, и она очень крайне вредна. Если смотрите мультик «Маша и Миша», где называется «Позвони мне, позвони». Да. 20 раз он на проверку на звонок выбегает, медведь. Да. А когда ее реально волк пытается съесть, он уже не бежит, ему надоело. Я бы обратил ваше внимание на народный русский эпос не в мультфильмах, а в сказках, где есть пастушок, который кричит «Волки, волки». Да, да, там же там. Да, 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 спасибо. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Еще. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте, послушаю вас. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Ну, я нисколько не сомневаюсь, что это провокация, но более чем уверен, что репутация доктора Рошаля не пострадала бы ни в коей мере, ни при любом исходе дела. А вот и пострадал, вот не согласен, а вот не согласен. А вот давайте поспорим, хотите поспорим. А хотите поспорим, он же не только хирург и мужественный там дядька, который ходил к заложникам. Послушайте, он еще и организатор здравоохранения, внимание. И он критиковал Голикову как негожего, бесталанного организатора здравоохранения. Поэтому, если бы он обделался сейчас в этом именно как организатор здравоохранения, то это бы, да, понизило его репутацию, да. Ну, вот я считаю, что если бы подобные проверки происходили в других клиниках, условно, ну, в городе Улюпинске, Ростовской, если не ошибаюсь, области, то результат был бы скорее положительный, а сейчас все это и выглядит как провокация, и является, по сути, провокацией. Я страшный секрет вам открою. Знаете, где Улюпинск? Давайте. 666-й километр на Волгоград. Это Волгоградск. А, Волгоградск. Северо-Волгоградской области. Да, 666-й километр направо принимаете и пошли на Улюпинск. Да, удачная цифра. Спасибо, спасибо, да, Улюпинск. Первое, что вы видите, въехав в Улюпинск, знаете, что? Что? Славянский гранит. Огромное предприятие. И местные говорят, да-да, но это армяне держат. Потом ездят, значит, славянский бордюр. Да, это то же самое, да. Потом... Все вязью, вязью, да, написано такое? Да-да-да. И казачки, почти без юбок, поддав хорошенечко и закурив сигареты, очень трогательно поют казачьи песни. Я был в Улюпинске, ау! Я себя изобличил. Хорошо, еще. 7-8-8-107-0. Я останавливаю это голосование. 7-8-8-107-0. Я заканчиваю. Вот, все. Слушайте, значит, 17,5% полагают, что это, тем не менее, полезно, общественно полезно. Вот проверили Рошаля? Вот проверили. Проверили. Теперь он выдержал проверку. Теперь он вдвойне сильный. Он вдвойне сильный. Эта проверка его укрепила. 82,5% нет. Это негодяи. 82,5% негодяи по интенции, потому что собирались его опозорить. Негодяи, потому что отрывают людей от дела, реального дела. Ставят на уши уставших людей, которые реально помогают и спасают человеческие жизни. Понимаете, да? 7-8-8-107-0. Продолжаем обсуждать эту тему. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да. Да, здравствуйте. Алло, добрый день, Александр. Да, здравствуйте, Александр. С моей точки зрения, это действие абсолютно полезное для общества, потому что общество в очередной раз убедилось, настолько бестолковое наше министерство. Ни одному нормальному человеку при ситуации... А вот кто стоит за этой провокацией? Вот кто стоит за этой провокацией? Ну, понятно, что за ним стоит, за провокацией стоит министерство. Почему? Не важно, кто конкретно. А может, наоборот, кто бы? А? Руководитель министерства. Ну, почему? Если не знает, чем занимается его окружение, создавая провокации, должен уйти в отставку. Ну, вот не обязательно. Вот подождите. Давайте будем с вами... Нет, давайте с вами будем совсем в карамболь играть. Давайте в карамболь поиграем. Вот давайте в карамболь. Почему? 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 Чтобы вновь, вновь посадить в лужу Голикова? Ну, во-первых, для того, чтобы быстро провокацией было бы, наверное, не прилетать к общественным мнениям. У вас залипает звук, залипает звук, залипает звук. А по-голому. Да-да, залипает звук. Не привлекать общественного, не привлекать к клинамбол, не надо было их привлекать. Так это Рошаль позвонил в пол первого ночи в Интерфакс, понимаете? Он после этого случая позвонил в Интерфакс, чтобы в агентство. Откуда мы об этом знаем? Ну, если же это друзья, тогда мы наверняка не получили бы звонка Рошаля. Он бы не позвонил, если это друзья. Почему? Он выдержал с честью экзамен, все нормально у него. 788-170. Ладно, если вам не надоела информация про Минздрав, еще сегодня московский комсомолец, и это медийный факт, это медийный факт на самом деле, московский комсомолец, я не знаю, насколько изложены в статье факты соответствуют действительности, высоко вероятно, что нет. Но сегодня в МК, по крайней мере, в бумажной версии статьи нет. Вот она есть на сайте. Подожди, 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 вероятно, она есть в бумажной версии. Просто, простите, простите нас с Настей, мы бумажки держать в руках не любим. Мы убеждены, что они пачкаются, газеты. Поэтому мы предпочитаем клавиши компьютера. Значит, мы читаем в МК, это московский комсомолец, статью Белковского, которого нельзя назвать, как это сказать, беспристрастным, страстного мужчину Белковского, да, с изобличением Христенко Голиковой, который перечисляет там через запятую целую хреновую тучу всего про Христенко и Голикову. И, в частности, в конечном итоге дает понять, что у них, вероятно, не менее трех миллиардов долларов. Да. Трех миллиардов долларов. Не менее. Но и, так сказать, и казалось бы. Нет, ну то, что у Христенко там в столичном комплексе «Остров Фантазии» за два с половиной миллиона долларов. Это немного, два с половиной миллиона. Это недостаточно. Немного, нет. Это не похоже на пример. Но есть масса других обстоятельств, которые перечисляются в этой статье. И про орбидол, и все вспоминают. Да, то есть там много-много всего наперечислил Белковский, и он дает понять, что он ожидает, такое expected, я бы сказал, ожидаемая сумма достояния семьи Христенко и Голикову, 3 миллиарда долларов, полагает Белковский. И кажется, он этим чуточку обескуражен. 9 часов 23 минуты. Вернемся через минуту. Подъем. Обзор печати. Обзор печати, Анастасия Ножко. Поехали. Да, давайте я все-таки дорасскажу по поводу Белковского, который в МК. Он говорит, что есть подозрения. Ну, и, кстати говоря, Христенко, Христенко была... Давайте пригласим Христенко, как это мило. Давайте, конечно. Потому что эта статья, эта статья может оказаться злобными наветами. Конечно. Я себе пишу Христенко. И сам Белковский говорит, что это может оказаться неправдой. А, да? Есть сведения, что Виктор... Чего-то он пули льет, интересно, если ты можешь... Он говорит, давайте расследуем в рамках уголовного дела, если у клиника... Ну, так давайте. Нет, зачем же уголовное? Пусть Христенко нам скажет, мы поверим. Слушай меня, приходит Христенко и говорит, ни хрена такого нет, Белковский врун, бреху на хохоту. Ну, очень хорошо. Виктор Христенко якобы контролирует блокирующие пакеты по 25% партии. Самая простая тема. Сегодня, как только выйду, попрошу на летучке, сделаем письмо Христенко, письмо Голиковой, чтобы они опровергли злобные наветы и так далее, и так далее. Да, также ему приписывают владение акциями Челябинского трубопрокатного завода и совокупную стоимость этих пакетов в 3 миллиарда. Вот отсюда сумма. Приписывают. А он пусть отпишет это все владение. Конечно. Объяснить, что ничего нет. Ничего нет. Это неправда. Больше. Теперь поверь. Я поверю ему. Он просто скажет. Врут. Все. И я ему реально поверю. Конечно. Хочешь? Хочешь, чтобы я ему поверил? Представь, Белковский предлагает так не делать. Почему? А все-таки сделать уголовное дело и не проверить. А я не хочу уголовное дело. Зачем же? А почему? А проверим и узнаем. А я просто верю сразу и все. А вот... Идем, дорога Ленина. Знаешь такую песню? Поставить ее не хочешь? Ставьте, не знаю. Дорога Яктября. Вот такую. Нет? Ну а, хорошо. Продолжай, 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 продолжай. Фонд Хермитош. Дело Магнитского. Они спит. Он теперь, фонд этот, направил в швейцарскую прокуратуру убийственный компромат на нескольких российских чиновников. Ну, все, кто пользуется интернетом, знают про этот 14-минутный ролик, который подготовили друзья Магнитского о том, что Чита Степановых там владеет и покупает. И сейчас вот архитектор выступил об этом сегодня в ведомостях. Блин, на них, господи, все ополчились-то, а? Вам жаль? Конечно. Это не будет учетных людей. Хорошо. А фальсификация данных о преступности и приукрашивании статистики – это самое массовое явление в работе милиции и других правоохранителей. Такой вывод делает генпрокуратура. В ежегодном докладе Федеральному собранию о состоянии законности России об этом было сказано, и сегодня об этом пишут, рассказывают нам в ведомости. Понимаете, Госдума хочет запретить не только распространение алкоголя и пива, как мы уже все поняли давным-давно, но и теперь рекламу, причем абсолютно всю. Посмотрим, получится или нет. При этом Госдума собирается отклонить законопроект, который бы позволил лечить детей инвалидов на средства материнского капитала. То есть сейчас есть такое предложение. Что их бесплатно все лечат, понятно. Зачем это срать деньги? Ну, к сожалению, не всех, Сергей, бесплатно, потому что не всегда так получается. Да, потому что поэтому и собирает коммерсант, например, деньги регулярно там на всяких... Ну, и собирает же... Вот вы, представляете, Настя, вот вы, я сейчас... Можно я обрушусь на вас? Теперь, когда досталось Голиковой, Христенко, Белковского, всем досталось, теперь достанется вам. Настя, любое хорошее дело можно превратить в ужас. Понятно, да? Вот коммерсант собирает деньги на больных детей, какой ужас! Ну, зачем ты плачешь? Собирает! Божество! Да нет, офигительно происходит все! Офигительно! Сергей, вот рождается ребеночек второй в семье, и на него полагается материнский вот этот вот капитал. Капитал! 30 тысяч рублей, которые Сергей, вам непонятно, как можно потратить вообще никак. Как это? На образование можно потратить? Да, через... На образование, когда это потребуется, они уже будут не тремя стами тысячами рублей. А неизвестно чем. Вы, вы и мы пережили уже два раза обрушение рубля, я ничего не хочу сказать, но деньги девальвируются. И у вас... Тебе дают, тебе бы не давали... Несчастье рождается ребенок... Нет, так все фигуру, что давай не давать материнский... Почему эти деньги нельзя потратить? Давай не давать материнский капитал вообще, если это так ужасно. Слушайте, материнский капитал для нее ужасно, то, что коммерсант помогает детям ужасно. Нормальный подход, я принимаю, правильно? Не справедливо, что тебе нельзя потратить. Новости на РСН Русская служба новостей Русновости.ру Подъем Подъем с Сергеем Даренко На Русской службе новостей Настя, мы продолжаем с Настей Аножко Настя, 1 мая уже определено, сегодня есть несколько публикаций, которые рассказывают, кто куда пойдут И пойдут 1 мая разные силы, смотри, и Единая Россия пойдет, и коммунисты пойдут, как обычно, и пойдет ЛДПР, и все, в общем, всюду станут ходить И главное, что здесь, вот интересно, с Полежаевки на щуку пойдут националисты, представь У них представительство, как называется? ДПД теперь нет, есть как-то еще что-то, и, в общем, оно, это что-то пойдет с Полежаевки Полежаевки на щуку Прямо мимо, я думаю, нашего здания Им надо как-то кричать, салют, мальчишу, салют, салют, салют И там как-то строят, ну, вздымать эти свои... Знамена Знамена, штандарты, как-то так Будет такое? Ну, наверное По пути они могли бы нас просто взять В хорошем смысле этого слова Современные революционеры должны... Смотри, серьезно Русский народ пойдет с 13 до 14.30 от Полежаевской по Зорге-Алабя... А, нет, они по Зорге-Алабя, подожди Нет, ну неужели вы думали, они по Зорге-Алабя... Щуки! Значит, они пойдут мимо автодома БМВ Это тоже, между прочим, перспективная тема Они должны там встать штандарты Да? БМВ 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 Приведут, как обычно, на театральную 50 тысяч человек Ну, это обычай такой На театральную 50 тысяч человек На театральную собираться Солидарность Что-то тоже пойдет от Добрынинской Единороссы 2-3 тысячи В районе Белорусской То есть все-все-все пойдут Все как будто они натрудили себе что-то А они в районе Белорусской, в смысле, куда пойдут? А? К Кремлю, по Тверской или... Нет, ну все куда-то пойдут Запретили пока только монстрацию Монстрация должна была быть... Монстрация Которая, ну ты знаешь, это монстрация Которая в Сибири проводилась С абсурдными лозунгами, конечно, помнишь? Да Ну так вот, монстрацию запретили Потому что она... Серьезная Но она не серьезная, а нужно делать... А тут серьезная дядя приходит Насупленное лицо нужно делать История, да Ну ладно, хорошо Слушай, это сегодня публикуют Но также сегодня идет предуготовление Насколько я понимаю Подожди, еще что-то ритуальное расскажу Потом уже перейду к предуготовлению Смотри Чтобы улучшить рабочую атмосферу В парламенте Киргизии устроили Жертвоприношение Это фактически сейчас Это не антропологические исследования 19 века Это на днях 30-х годов 20 века Это сейчас, на днях В Киргизии устроили Жертвоприношение Перед пленарным заседанием Специально приглашенные джентльмены Киргизские Зарезали на глазах у депутатов Семь баранов Представляешь, что если Грызлов Ребят, ребят, ребят Серьезно Парламент, это у них наподобие Думы Понимаете, да? А глава парламента Это у них наподобие Грызлова Ну, там, только он Киргиз Грызлов Представьте себе, Грызлов Киргиз, допустим Наденьте на него шапочку и так далее Слушайте Вот тамошний Грызлов Пригласил специальных жрецов Чтобы зарезать семь баранов На глазах у депутатов Сейчас самый главный вопрос Зачем? Зачем? Для чего это делалось, Сергей? У меня есть ответ Представляете, что это вы в Думе делали? Да Таким образом Смотрите Таким образом депутаты надеются изгнать злых духов Мы хотим, чтобы в парламенте воцарились мир и согласие И в стране И в стране И в стране, Сергей Способствовало ли бы воцарению мира и согласия в парламенте России Зарезание ритуальное семи баранов? Я думаю, баранов было бы маловато Ты хотела бы семь быков Конечно Быков Ну, как-то соответственно нужно А как с ними сражаться или сразу их завязать? Ну, это уже вопрос вкуса То есть, кто его любит То есть, я же на четвертом На четвертом быке оппозиция бы наложила в штаны уже, правильно? Все бы поднялись на балкон, да Все слабаки А самые смелые бы бегали между рядами от быков А какие жрецы должны резать быков? Может, прямо из-за, вот я думаю, из депутатов, может быть, даже люди? Я думаю, какого-нибудь самого богатого надо, конечно же, чтобы... Что ли, груздево? Да, да Пусть он режет быков В парламенте его знают под именем... Алтунбек Сулейманов Правда же? Да, совершенно обязательно Я предлагаю все-таки этот ритуал обязательно делать Обязательно делать Выворачивать внутренности из голубей, что-нибудь такое Правда же? Да, конечно Да, да, да Вот, гадать по воронам Прекрасно Смотри, значит, у нас, у нас я хотел сказать о Германе Стерлигове Герман Стерлигов, который живет совершеннейшим мужиком Мне приходилось слышать такую о нем реприки Первый русский мусор Я как-то спросил, мне слышали Я как-то спросил у человека, который случайно оказался знаком с его соседом Что делает Герман Стерлигов? И мне сказали, при том эти слухи были произнесены с неприязнью Что Герман Стерлигов поссорился из-за электричества с каким-то там соседом Который дворянин и все такое Вот, и я говорю, а что он сейчас делает? И была сказана фраза, тоже отставной какой-то графине Была сказана фраза такая Он живет совершеннейшим мужиком Вот, он живет совершеннейшим мужиком И он пишет, что чудо схождения благодатного огня не происходит уже сотни лет Что в прежние времена Кувуклию закрывали Что такое Кувуклия? Скажи мне без Википедии Ну нет, это место, где, собственно, получают этот огонь благодатный, который не сходит Потом выносят, всем покажут Набирая, слышишь, уже сразу Кувуклию Герман Стерлигов я набираю, посмотрите Чего? Кувуклия ты набирала? Смотри Ни разу, нет Кувуклию старые времена запирали, окошко было Там ставили просто лампады, они сами загорались Никого не было, людей живых там, не было людей Да А теперь заходит дядька туда с зажигалкой, говорит Уже совсем другое дело Понимаешь? Ну, по... Хотя, говорит, так же вставляет, он говорит Вот сейчас он говорит До схождения огня в Кувуклию заходит мужчина Сейчас, пишет Герман Стерлигов Это в блогах обсуждается И находится в ней некоторое время Притом оконца там нет теперь Потом выходит с горящими свечами И говорит, что они зажглись сверхъестественным образом Все верят дурдом Вот что пишет Герман Стерлигов Герман Стерлигов, короче, не верит Сделался совершеннейшим мужиком Как говорила мне отставная графиня про него Слушай, сегодня два поздравления с Пасхой И я думаю, что это преждевременно Патриарх предуготовляет нас к Пасхе В день, когда, собственно говоря, спасителя распяли Может быть, чуточку преждевременно Сегодня нам длежит испытывать скорбь Но газеты завтра уже не все выйдут Так вот в том-то и дело Смотри, пишет он Смотри, Патриарх Кирилл Специально для российской газеты Светлая радость, которой проникнуты пасхальные дни Вот здесь я отрицательно отношусь к этому Никакой светлая радость Сегодня скорбь Он, влекомый гонителями, несет свой крест Ты чего? Где радость-то? Откуда? Алло, товарищ Это радость Неизменно связана в сознании современного человека С торжественным возгласом, звучащим в этот период Православных храмах Христос воскресе В этот период скорбь, мне кажется, разливается в сердцах Всех благоверных Разве нет? Потому что он мог бы жить и жить Он мог бы жить и жить И, может быть, стал бы космонавтом Слушай, неизменным ответным восклицанием Воистину воскресе Эти слова являются кратким, но очень емким выражением Важнейшего положения христианской традиции Пишет патриарх сегодня в российской газете Кстати говоря, совершенно другой текст Патриарх написал для известий И в известиях и в российской газете Патриарх Кирилл сегодня обращается к пастве С разными текстами, что говорит о трудолюбии Делает ему честь, конечно Трудолюбие, конечно Не одну и ту же штуку, ну, как заготовку, да, рыбу А нет, извини, совершенно разные статьи И подход разный, и все такое Значит, дальше он говорит Объективное, внимание, у него очень важны слова Объективное историческое свидетельство О свершившемся событии Запечатленное в евангельском повествовании Это фундамент учения церкви И семя всей христианской цивилизации Значение этого факта Настолько велико, что святой апостол Павел Писал христианам Одной из основанных им православных общин Если Христос не воскрес То и проповедь наша тщетна Тщетная вера ваша Вот так, понятно, да? Коринфянам он, конечно Я думаю Значит, смотрите Давайте сейчас проголосуем Пока у нас реклама И потом обсудим эти факты Потому что это факты Скажите, пожалуйста Вы исследуете празднование пазда Например, я собираюсь есть яйца Ну, правда И совсем фундаментально Я намерен съесть много яиц Я не шучу Потом еще на понедельник Я буду доедать оставшиеся яйца Их будет много Потом все равно ты на них смотришь И все равно ты их ешь Понятно, да? Несмотря на холестерин Ну, понимаешь? Ну, конечно Ну, мне плевать на холестерин Ничего страшного Пасха, значит Пасха Все Значит, слушай Вы следуете традиции Или не следуете традиции Но фактом само воскресение Вы не считаете Нет, обратно Давайте так Неважно Вы считаете воскресение Христа Абсолютно историческим фактом 916-5581 Не существование Христа Внимание А именно воскресение Исторический факт 916-5-582 Вы не считаете Собственно воскресение Абсолютным историческим фактом 916-5582 Вы считаете воскресение Историческим фактом 916-5581 Вы не считаете воскресение Историческим фактом При этом, может быть, следуете традиции Там даже, может быть, ходите в церковь И так далее 916-5582 Через минуту скажу вам результат Подъем Сергеем Даренко Найросен 9.45 Я останавливаю это голосование Очень много звонков Спасибо большое Всем, кто принял участие Люди следуют И не следуют Исторической культурной Традиции России Отмечать Пасху Например, я пожираю В огромных количествах яйца Кто-то пожирает куличи Кто-то пожирает, собственно, Пасху Вы знаете, что на Украине И за Уралом Солом Пасха называют кулич То есть Традиции очень разные И тем не менее Вы верите в то Что вот По факту Фактический Исторический факт Заключается в том Что Иисус Воскрес Это не легенда А исторический факт 54,8% 54,8% Давайте я запишу Верят в то Что И 80% Наших слушателей Это важно Пожелавших позвонить То есть Это не научный Опрос И 45,2% Полагают Что это не исторический факт Для того, чтобы вас убедить Друзья Я прочту Как об этом написано В Евангелии Собственно говоря Потому что Патриарх пишет Это исторический факт Подтвержденный Евангелием Значит, смотрите От Иоанна Чтобы вы просто были в курсе Возможно, это вам интересно Потому что это исторический факт 54,8% считают Внимание Вот как он подтверждается В первый же день Недели Мария Магдалина Приходит к огробу рано Когда было еще темно И видит, что камень отвален от гроба И так бежит И приходит к Симону Петру И к другому ученику Которого любил Иисуса Говорит, ему несли Господа из гроба И не знаем, где положили его Тотчас вышел Петр Другой ученик И пошли к огробу Оба побежали Они побежали оба вместе Но другой ученик бежал скорее Петра И пришел к гробу первый И наклонившись Увидел лежащие пелены Но не вошел во гроб Вслед за ним приходит Симон Петр И входит во гроб И видит, что они пелены лежащие И плат, который был на главе его Не с пеленами лежащий Но особо свитый на другом месте Тогда вошел и другой ученик Прежде пришедший ко гробу И увидел И уверовал Они еще не знали из Писания Что ему надлежало воскреснуть из мертвых И так ученики опять возвратились к себе А Мария стояла у гроба и плакала И когда плакала Наклонилась во гроб И видит двух ангелов В белом одеянии сидящих Одного у главы И другого у ног Где лежало тело Иисуса И они говорят ей Жена Что ты плачешь? Говорит им Унесли Господа моего И не знаю, где положили его Сказав сие Обратилась назад И увидела Иисуса стоящего Но не узнала, что это Иисус Иисус говорит ей Жена Чего ты плачешь? Кого ищешь? Она думая, что это садовник Говорит ему Господин Если ты вынес его Скажи, где ты положил его И я возьму его Иисус говорит ей Мария Она обратившись Говорит ему Равуни Что значит учитель Иисус говорит ей Не прикасайся ко мне Ибо я еще не вошел К отцу моему А иди к братьям моим И скажи им Восхожу к отцу моему И отцу вашему И к Богу моему И к Богу вашему Понятно, да? Это первое свидетельство Абсолютно научное Как мне представляется Но серьезно говорю Абсолютно научное Исторического факта Второе Второе свидетельство От Луки В первый же день недели Очень рано Неся приготовленный аромат И пришли они ко гробу И вместе с ними Некоторые другие Но не нашли камень Отваленным от гроба И найдя Они нашли тело Господа Иисуса Когда же недоумевали Они о сём Вдруг предстали перед ними Два мужа в одеждах Блистающих И когда они были в страхе И наклонили лица Своих к земле Сказали им Что вы ищите Живого между мёртвыми Его нет здесь Он воскрес Вспомните Как он говорил вам Когда был ещё в Галилее Сказывая Что сыну человеческому Надлежит быть предану В руки человека У грешных И быть распятого А в третий день воскреснуть И вспомнили они слова его Далее То были Магдалина Мария Иоанна И Мария Мать Иакова И другие с ними Которые сказали Осем апостолам И показались им Слова пустыми Не поверили они Но Пётр встав Побежал к гробу Наклонившись Увидел только пелены Лежащие И так далее Сам Иисус Приблизившись Пошёл к ним Тут же Но глаза их Были удержаны Так что они Не узнали его Он же сказал им А о чём это вы Идя рассуждаете Между собой Отчего печальны Ну и он их урезонил Говорят что Не нашла тела его Всё время не нашла тела его И 11 апостолов Опять не нашли тела его И так они системно Его не находят А он им системно Объявляет что они идиоты Это от луфа Встречая по дороге Да Всё время встречая Непрерывно по дороге Слушаем меня дальше Теперь от Марка По прошествии субботы Мария Магдалина И Мария И Яковлева И Соломия Купили ароматы Чтобы идти помазать его Приходят к огробу Кто отвалил камень От гроба Отвален Весьма велик А вот И войдя во гроб Увидели юношу Сидящего на правой стороне Облачённого В белую одежду И ужаснулись Он же говорит Им не ужасайтесь Иисуса ищите Назаритянина распятого Он воскрес Его здесь нет Вот место где он был положен Но идите скажите Ученикам его И Петру Что он предваряет вас в Галилее Там его увидите Как он сказал Ну и всё И всё Значит И это самое И именем моим Изгонять бесов Будут говорить Новыми языками И так далее И так далее Понятно да Дальше слушай меня От Матвея Должен завершить С четырьмя библиями Уже 9.50 Мне звонить Марку То есть простите Мне звонить Льву Быстрову Понимаете да Смотрите От Матвея По прошествии же субботы На рассвете первой недели Пришла Мария Магдалена И другая Мария Посмотреть гроб Другая Мария И сделалось великое землетрясение Ибо ангел Господень Сошедший с небес Приступил Как молния Одежда его была Бела как снег Так 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 Вот он им говорит Он воскрес Как сказал Подойдите Посмотрите место Где лежал Господь И пойдите Скажите ученикам его Что он воскрес из мертвых И предваряет вас в Галилее Там его увидеть Я сказал вам И они со страхом И великой радостью Побежали возвестить Ученикам его Короче Научная обоснованность Этого факта Не вызывает Ни малейших сомнений Мы звоним на биржу Фондовый рынок Прогнозы и комментарии 9.52 минуты Я хочу сказать вам Что 1.45.49 Доллар к евро Сейчас 1.45.49 Был он и выше Пытался к 1.46 Прогуляться Но у него не получилось Теперь по биржам 7.8 Так секундочку 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 Что это я промочу Вот Значит Америка росла ночью 0.42 Доу Джонс 0.63 Насдак рос Сейчас Но это конечно Несравнимо со вчерашним успехом То есть это ночь Уже такое Я бы сказал Доедание Той превосходной ночи На четверг Никей 0.23 в плюсе Шанхай 0.64 в минусе Обычно Шанхай Движим какими-то Внутренними новостями Поэтому Можно на это Не обращать внимания Гонконг 1.01 в плюсе Тайвань 0.13 в плюсе Корея По нулям Но вот сейчас 0.02 в минусе 0.02 в минусе Россия Россия Вчера 2040 2040 2040 Запятая 60 0.47 в плюсе Хорошо Все Значит наши бумаги За которыми я слежу Нелепый Абсолютно нелепый Вымпелком 0.07 в плюсе То есть не хочет Гад Мерзаяц Расти Что мы видим по нефти Секундочку Я посмотрю бренд 123.99 Но я не обновлялся Да 123.99 У нас По нефти И золото Я вижу на отметке 1505.70 1504.70 В зависимости от спота Восьмичасовой Или 24-часовой Погнали дальше Единая электронная Торговая площадка Госзакупки Госзакупки Андрей Черногоров На связи с нами Андрей Здравствуйте Добрый день Как у вас денек сегодня? У нас сегодня Индекс Доступности Госзаказа Незначительно Скорректировался Вверх До отметки 349 пунктов И по прежнему Самая благоприятная Ситуация В категории Транспорт-логистика В завершение Рабочей недели Предлагаем Активным предпринимателям Крепко Додуматься Об участии В следующих Аукционах Поставка Посадочного Материала Многолетников Для цветочного Оформления Восточного Круга Москвы Миллион Порок шесть тысяч рублей Транспортные услуги В рамках Чемпионата По регби В городе Москва На миллион Триста пять тысяч рублей Это автобусы же просто Правда? Это любой может Ну автобусы Конечно нужны Да, да, да Вот Дальше Монтаж Системы вентиляции Кондиционирования В Центральной Научно-методической Ветеринарной Лаборатории В Москве На полтора миллиона рублей Огнезащитная Обработка Штор В образовательных Учреждениях Северо-Восточного Круга Москвы Десять миллионов рублей Может принести Идем по нарастающей И реставрация Посадов в доме Двадцать четыре По Ленинскому проспекту Который является При этом Объектом культурного Наследия Может принести Победителю Пятьдесят четыре Миллиона рублей Силис вспомнить Когда едешь Из центра Это должно быть Справа, да? Силис вспомнить Что же там Что же там за наследие? А, наверняка Вот, наверняка Конечно, конечно Спасибо вам большое, Андрей Хорошего дня вам Это Андрей Черногоров Единая электронная Торговая площадка Мы движемся дальше Подъем Русская служба новостей В движении 7, 8, 8, 107, 0 7, 8, 8, 107, 0 Смотрите Мне пишут Что это самое Что это было глумление Например То есть чтение Библии Есть глумление Я знал Что ничего страшнее Для христиан Чем чтение Библии Не существует Это правда Сергей Не глумитесь Пишет В 89 Я знаю Мамочка Что чтение Библии Есть страшный грех Среди христиан И вообще Христиане Как правило Библию не читали Они удовольствуются тем Что им говорит поп Но Попробуйте Как-нибудь Откроете Книга великая Великая книга Серьезно Почитайте Интересная Интересная книга Ну вот Алло, здравствуйте Дослушаю вас Здравствуйте Сергей Леонидович Где вы едете Здравствуйте Сергей, да Прошу вас Еду по Дмитовскому шоссе Оно в общем-то движется Ура Спасибо 788-170 Из Можайска до Москвы Долетел за час 74 Это значит Что народ уже Тянулся И сегодня на работу Не поехал Алло, здравствуйте Слушаю вас Здравствуйте Пожалуй готов подтвердить Вот сегодня Можайка-Кутузовский Но по крайней мере До Арбата Летит достаточно неплохо Класс Отличный денек для нас Спасибо Все кто работает Я имею ввиду Подъем Подъем Десять часов Четыре минуты Пятница Двадцать второе Апреля Здравствуй Великий город Здравствуйте Все это Русская служба Новостей Анастасия Аножко Ведущая Этой программы Здравствуйте Здравствуйте Настя Ну что скажете Настя Что скажете Нет пока Ждем 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 Хорошо Я просто Перебрасываю Здесь нашу песенку Любимую Которая Ну попозже Чуть Хорошо Значит Давайте говорить о Кудрине Который снова подтвердил Что он Либерал Вчера на съезде РСПП Певица-премьер Алексей Кудрин Снова выступил В защиту Политической конкуренции Свобода слова Представимости всех Мнений И так далее Не вызывает ли это у вас Вообще говоря И честно говоря Алексей Кудрин Выглядит как человек Скорее охранитель Нежели Нежели Революционер Вот почему Кудрин Снова выступает С требованием Политических свобод Что это Понимаешь Нет Кудрин Вот Кудрин Не первый год с нами Кудрин Кудрин не первый год с нами И Нужно 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 понять Нужно понять Он делает что Вот он Собирает наши деньги Вы же читаете его интервью В течение там Долгих лет Конечно И в течение долгих лет Кудрин выглядит охранителем Он консерватор Он человек который Последовательный человек Он очень Абсолютно Он такой жрец Жрец цифры Он невероятный консерватор И сейчас Когда он требует Политических свобод Это что Вот это Это Он готовится к отставке Первый вариант Второй вариант Он считает Что Политические свободы Каким-то образом Смоют то что он наделал Понимаешь Так как пожар на складе Может он хочет устроить пожар на складе Нет 788-170-0 Кто разбирается Почему Кудрин Сделался вдруг революционером Кто может понять Объясните пожалуйста Кудрин второй раз После Красноярского форума Кудрин второй раз подряд Для нас Выдает революционные идеи Он хочет каких-то Свободы 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 Он Он восклицает Непримерно О несовершенстве То есть Получается Что нужно От этой системы Которая стала быть нехороша Перейти к более хорош И так далее Он хочет устроить пожар на складе Что делает Кудрин Кто понимает Я не понимаю 788-170-0 Здравствуйте 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 Это Нариман Да Нариман Если вы приглушите радио То не будет заносить звук Да Хорошо Вы знаете Кудрин Когда вкладывает Наши Деньги Российские На эту бумажку Американские В долговые расписки Да Да Прошу вас Да Когда приходит инфляция Эта бумажка превращается Ничего Вот он Поэтому просит Спасибо Нариман Спасибо Нариман Считает Что Нариман Считает Что Кудрин Нехорош В целом По определению Что бы он не хотел Это ясно Что это нехорошо Алло Здравствуйте Слушаю вас Мне же хотелось бы Более глубокий анализ Алло Здравствуйте Более глубокий анализ Трудно провести Потому что Он проводит политику Геноцида Нашего народа Спасибо 788 Мне все таки хотелось бы Подойти Не лозунгово А интеллектуально 788 1070 Алло Здравствуйте Да Слушаю вас Здравствуйте Вы разбираетесь В Кудрине В Кудрине Вряд ли Но в целом Думаю что Все должны прийти Своих власти Я думаю что Он должен Каким то образом Возглавить Либеральное Смотрите Система есть Кудрин Часть системы Кудрин вообще Кудрин Кудрин вообще По духу По духу Кудрин Не революционер А охранитель Он охранитель Вообще Он охранитель резерва Я не знаю Он охранитель того Он охранитель Он вообще дует на молоко Он такой Представляется Дико осторожным человеком Да И вдруг И вдруг Сейчас Он требует Требует Волнений Каких-то Волнительных Изменений В системе Это что Это уход Его Никогда не требовалось Ничего другого А видимо Сейчас требуется Значит Он собирается Покинуть свой пост Что вы видите В Кудрине Думаю да Смотрите Хорошо Никто не хочет Делать анализ Делал его я Кудрин Последовательно Выступает За трансформацию Системы По одной Из нескольких Причин Первое Чтобы угодить Начальству Раз Притом Это не значит Что Медведеву А не Путину И Путину И Медведеву Понятно да Он говорит Предвосхищая их слова Или он говорит То что они говорят ему Но не говорят Публично Предположим да То есть Путин Говорит о Больше Открытости Системы О совершенстве Системы В сторону Открытости И всякой Волнительной Движении В связи с тем Что этого Хотят начальники Его Президент И премьер Понятно да Раз Второе Кудрин Говорит так Надеясь Получить по заднице И вылететь в оппозицию Вряд ли Не похоже На него дико не похоже В третьих Кудрин Говорит так Просто Зарышивать дела То есть Завалив дела Нет Слушай Завалив дела Понимаешь да То есть когда ты Послушай меня Когда ты услышишь Разговор сантехника О политике Знай Значит дела идут плохо И сейчас из унитаза Пойдет дерьмо Серьезно тебе говорю Значит Кудрин Если заговорил о политике Это может Означать косвенно Что он завалил дела Понимаешь да И он готовится И он готовится Воспарить Над делами Над бухгалтерией Он хочет кинуть Кого-то счетами А прокинуть шахматную доску Понятно о чем я говорю да Срыв бухгалтера Срыв бухгалтера Срыв бухгалтера Это бухгалтер Послушайте меня Это бухгалтер Американский бухгалтер Дожив до возраста Кудрина Берет в руки пистолет Идет в универмаг Расстреливает 15 человек Может быть у Кудрина Вот этот срыв бухгалтера Ну Что-то с ним происходит Но что-то Внимание Что-то происходит с Кудриным Ребят Если вы будете Нет А он плохой и все Значит Послушайте меня Включите мозги Что-то делает Кудрин Последовательно Подряд Несколько месяцев Либо угождает начальству Либо Завалил дела И пытается Устроить пожар На складе Либо Либо Это срыв бухгалтера То есть он настолько Долго был хорошим Что он теперь берет пистолет Идет в торговый центр Расстреливает 15 человек Может быть Одна из этих Всех вещей Давайте следить за Кудриным Чуть подробнее Через минуту вернемся Подъем С Сергеем Даренко На русской службе Новостей 10 часов 11 минут Я нашел эту песню Вы знаете что 22 апреля Мы в прошлом году Что-то исполняли Всякий раз я ищу Что-то про Ленина Но в этот раз В моем компьютере А я пришел с другим компьютером Оказалась Другая песня Слушай, Настя Напой-ка мне Больше этот сын Мне Рабинович напел Напой-ка мне Наша Родина Революция Долгий день Берется я начало На бескрайних Улицах Москвы Новый день Берется я начало На бескрайних Улицах Москвы Никогда У неба Немного Пала Слова Такой Влюбленный Синемы Берется я вписи Время Лето И солнце Позарены Время Правды Своей силы Наша Родина Революция Ведет Время Берется я Наша Родина Революция Ведет Время Берется я Мы в других Мы всегда И боги Рукотворно верим чудесам Исконечно дорогие дороги Если их правду лагословишься Свет, солнце, озаренный Свет, правду своей сильный Наша Родина, революция Венегинственный мир Наша Родина, революция Венегинственный мир Мы улыбкой честной и открытой Отвечаем праздничный пород И общаемся с ветерами И все друзья в Азаре завлетят Свет, солнце, озаренный Свет, правду своей сильный Наша Родина, революция Венегинственный мир Наша Родина, революция Венегинственный мир Свет, солнце, озаренный Свет, солнце, озаренный Свет, правду своей сильный Наша Родина, революция Наша Родина, революция Свет, солнце, озаренный Свет, солнце, озаренный Свет, солнце, озаренный С днем рождения, Владимир Ильича Ленина, всех поздравляю, да Слушайте, это было такое поздравление музыкальное, если позволите Много-много сатей сегодня о сыне Касперского, который похищен в Москве Да Сын Касперского бандиты требует у создателя известного антивируса Евгения Касперского Дело в том, что Евгений Касперский не только создатель антивируса, Евгений Касперский это человек, ну, как бы это сказать такой Ну, и, допустим, вы придете в магазин компьютерный Компьюэсэй где-нибудь в Компьюэсэй вы войдете где-нибудь на плазе, совсем в глубинке Америки и скажете два имени, например Абрамович и Касперский Ну, это двое великих русских людей как вы знаете, да Ну, можете туда Достоевского где-то в середине, например Абрамович, Достоевский и Касперский Я вам хочу сказать, что первым-то первым-то глазки дернутся и лица повернутся к вам при слове Касперский Потому что Касперского знает компьютерный мир везде на планете Везде, совсем везде Понимаете, да? И больше того Касперского диски лежат в магазинах США Вы можете Касперского увидеть в Индонезии я видел Касперского антивируса Понимаете, да? То есть, всюду Всюду Вот И это человек столь же знаменитый в широких кругах вот так, планетарных кругах компьютерных пользователей ведь это широкие уже теперь круги как, например, двое его великих соотечественников Абрамович и Достоевский Ну, так вот Украли сына, как будто бы Похитители схватили Ивана в промзоне на северо-западе Москвы Ты знаешь, где это такое, северо-запад Москвы? Знаешь? Это мы Да А знаешь, где здесь прям промзона-то? Под Звенигородским шоссе Ну, вот там, где эти Светси Всевозможные Да, да, да Да Так вот, это здесь Это у нас Здесь Он шел на работу Вот что это значит? Он шел пешком на работу Кто знает семью Касперского? Позвоните, пожалуйста 788-107-0 Если вы знаете семью Касперского Что это? Младший сын его Шел на работу 20 лет Его схватили Сразу же после похищения Преступники связались с отцом Касперского По телефону потребовали 3 миллиона евро выкупа Он так и не дошел до работы Последний раз его видели Утром 19 апреля Больше ничего не известно Евгений Касперский Как только узнал о том Что его сын в руках бандитов Тут же вылетел Из Лондона в Москву Он был в Лондоне Вообще Касперский Здесь я не удивлен Касперский Это всемирно Всемирно известный И всемирно успешный человек То есть человек Человек Который известен И успешен всемирно Притом Насколько я понимаю Вот без всякой приватизации Там каких-то комбинатов То есть он Просто создал Интеллектуальный продукт Который востребован Всей планетой 788-107-0 788-107-0 Здравствуйте Слушаю вас Здравствуйте По поводу Евгения Касперского Прошли позвонить Я не знаю Специальную его семью Но я работал В лаборатории Касперского Под его началом Да Почему сын его Шел в северо-восточной промзоне Вот как вам Это сообщение Как вы его оцениваете Ну вполне реально Ничего удивительного В этом нет Потому что Евгений Касперский Человек вполне демократичный Он сам уже будучи Знаменитым и богатым Ездил на старой девятке И ничего удивительного В этом нет То есть он Демонстративно чужд Вот материального Как бы достатка и успеха Или демонстра Вернее Демонстрации такового Или Просто у него вообще Нет времени на это Что это за человек Он не придает Большого значения этому То есть он Вполне успешный Бизнесмен я бы сказал Но он не придает Большого значения Вот этим материальным Атрибутам Эти кичливости Да Послушайте Вот этот киднеппинг Был всегда в моде Например И невероятно при этом В моде В Латинской Америке В России Работорговли Ну вот Со времен Умиротворения Чечни В России Работорговли Будто бы Было мало И вдруг Такой всплеск Теперь ищут Вы знаете Одного из функционеров Лукойла Дочь И вот сейчас У нас на лентах Опровержение Что нашли Ее тело мертвое То есть нет Это неправда По прежнему Не ее тело Да Не ее тело нашли И Теперь еще сын Касперского Вдруг всплеск Это что? Ну Бандитизм И есть бандитизм Он по моему Здесь был По крайней мере С начала 90-х Срочной Нам никуда не делся Не знаю Именно такого характера Бандитизм Мне представляется Новшеством Нет? Я не прав? Да я не знаю Вот именно Эта тема Не владеет Спасибо Я помню О похищении И выкупе за деньги Когда Чечня Была Между Вот после Хасавьюрта После Хасавьюрта Это было частенько Да там же Кто-то рассказывал И трупами торговали Трупами торговали Значит Живыми торговали Живыми и мертвыми торговали Притом 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 в то время Похищенных Чеченцами Людей находили Притом вдруг Где-то в гаражах В Твери В гаражах В Волгограде И в разных других Дивных местечках В Тверских Каких-то поселках Деревнях Где У них были Так там Какие-то Родственные связи И Как будто Это подзатихло Помните Да Да Давно таких Притом похищали Я помню Какого-то Израильского мальчика Вот этот случай у меня Прямо на Кутузовском Он просто шел Просто шел По Кутузовску Которому пальцы-то отрезали Я не помню Отрезали ли ему пальцы Его как раз нашли В чеченском гараже Где-то в Волгограде Он там Среди Значит Помидоров В маринаде Был И его пытались Выкупить Или что-то такое 7-8-8-10-7-0 Алло Здравствуйте Вы знакомы с Касперским Или можете Алло Здравствуйте Что существует И даже До наших дней Любая группировка Которые Занимаются Ну Криминальными делами У кого У кого нету Бизнеса Под рукой Они этими Занимаются Если не в курсе То есть Как То есть Они занимаются Каким-то основным Промыслом А это побочные Вы говорите Роберт Значит У кого нету Вот у группировок У кого нету Другой Значит Бизнес Ну К Торговые центры Или рынки Они Голодные воры Занимаются Именно этим Понятно Похищают людей Скажите А технологии То есть Вот идет человек Его похитили Посмотрели телефон Позвонили его близким И это просто Большая удар Это готовится Погрещают Тупо погрещают Нет А это готовится Операция Долго и тщательно Или Наскоками делается Ну Они Конечно Выявляют У кого Деньги Есть Чтобы Пустую Это дело Провернуть Конечно Послушайте В Москве Наверное Не меньше Ста миллиардеров Ну И миллиардеров И Как Ой 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 Хотелось Спросить Насколько Они готовы До конца Такие люди Вот Они не получают Например Деньги Ну Либо Промашка Либо Огласка Вам нужен Такой человек Роберт Сорвался У меня Телефон Роберт 788 70 Алло Здравствуйте Слушаю вас Да Здравствуйте Здравствуйте Это вот Павел Из Москвы Да Павел Если почитать Life News То там сказано Что он работает На северо-западе В Москве В промзоне В компании С твоей матери Ага Вот Она Разведена С Касперским Несмотря на то Что остается Акционером Лаборатории Касперского Так Вот И сын работает У нее Компания Инфо-вотч Кажется Называется Там написано Ага Так Так Вы знаете Эту компанию Инфо-вотч Честно говоря Не очень хорошо Знаю Но слышу О ней То есть Она Не маленькая Он шел Пешком Значит Он приехал На метро Или на автобусе И шел пешком Это вообще Не говорит Как бы О богатстве Ну Видимо Его так воспитывают Родители Достигли Всего Сами Не то Что вот Многие У нас Богатые Вот И Машины У него Не было Но правда Вот мать ему Купила квартиру Однокомнатную Вроде как-то На Малофилевской Что-ли Ага Вот И Он сейчас На четвертом курсе В МК МГУ Учится Я понял Спасибо Кто Видишь Мы не нашли Лично знающих Похищенного Не нашли Лично знающих Похищенного Я вас спрошу Если вы знаете Лично похищенного Знали Учились с ним Я не знаю Сына Касперского Ивана Напишите нам СМС пожалуйста Плюс семь девятьсот двадцать пять Плюс семь девятьсот двадцать пять Сто один сто семь и ноль Сто один сто семь и ноль По девятьсот двадцать пятому коду Спасибо Подъем Обзор печати Десять двадцать пять Почти десять двадцать шесть Обзор печати Анастасия Аножко Русский репортер Сегодня Выходит в свет Тема недели Свободы как политика Министерство юстиции И главное правовое управление Президента Готовит третий либеральный пакет поправок в уголовный кодекс Еще не дойдя до Госдумы Он уже вызвал жесткую дискуссию И спровоцировал как минимум одну громкую отставку Либерализация уголовного права И система исполнения наказаний Пожалуй, самая последовательная И успешная реформа Дмитрия Медведева Пишет русский репортер Так что смотрите там Другие новости про Путина Премьера нашего Который встречался с предпринимателями Во всех газетах Там обсуждали Как снизить налоговое бремя Про нефть и кудры Но много пишут Потому что Несмотря на высокие цены на нефть Выше чем заложено в нашем бюджете Сейчас там средняя цена 124 доллара Я так понимаю за баррель А заложен наш бюджет Рассчитан исходя из томости 70 долларов Тем не менее Кудрын опасается Вот этой вот ситуации Когда мы получаем постоянно нефтяные доллары Экономика наша никак не развивается И даже грозит пойти на спад В общем про это тоже очень много сегодня написано Фонд Hermitage Capital направил Швейцарскую прокуратуру Компромат на сотрудников Нашей налоговой инспекции Которые там за 12 миллионов И за 4 и так далее Какие-то бесконечные цифры Бесконечная недвижимость Которой они владеют Чита Степановых Это смотрите в ведомостях Затем еще хотелось отметить Про Газета Труд Объясняет Что Как реакция на публикацию о том Что из Дагестана Не призывают призывников в армию То есть резко сокращают То ли вообще перестали призывать Сейчас было разъяснение От Министерства обороны И там в 15 раз увеличили план Было сначала Предполагалось 400 человек призвать Из Дагестана Всего в этот весенний призыв А сейчас уже новая цифра 6 тысяч человек Будет призвана Так что Помните на свидетельство Что даже некоторые Там люди хотят служить И даже готовы платить Вот видимо ставки снизятся На некоторое время Кремль с молотка После начала ремонта 14-го корпуса кремля Ненужные администрации президента Столы, диваны и стулья Продадут на аукционе Кому это любопытно Смотрите газету Твой день Там подробности Рейтинг мэра Собянина Продолжает падать Ну конечно Неудивительно Добавлю я от себя После всех новостей Про деревья Про Да нет Вы думаете нет Нет А что сейчас падает Сколько было Сколько было 22% респондентов Считают Что Сергей Собянин Хорошо справляется Со своими профессиональными Обязанностями И соответственно 29% недовольны Работой мэра Сравнивая полученные Результаты с данными Предыдущего опроса Видно Что количество недовольных С деятельностью Московского мэра Незначительно увеличилось В марте Было 27% Я тебе объясню В чем секрет Собянина Собянин Собянин эмоционально Недостаточен Дело в том Что мы Вообще Мы здесь В России Собственно говоря И не расходимся Там Кто куда Да А потому что мы здесь Очень любим друг друга Из-за Постоянного Постоянной Эмоциональной Экзальтации Мы здесь Живем В обществе Сада маза Эмоционального Сада мазахизма Эмоционального Сада мазахизма И Чего нам не хватает И Да нет Собянин непонятно Нас мучает То есть Собянин Должен Исполнять сада А мы Маза И Но он непонятно Нас мучает Он нам Непонятен Я тебя вижу На коммуникативном Эмоционально Коммуникативном Уровне Собянин Не вписывается В систему Эмоционального Сада мазахизма Так а что же ему не хватает Вы скажите Я тебе говорю Он эмоционально Непонятен Непонятен Ну как Никаких Ну он непонятен Пойми ты Ну вот ты Когда-нибудь Разговаривал с индусом Ну разговаривал Тебе первые 30 секунд Надо привыкнуть Что он качает головой Отрицательно Это значит Высшую степень О добре То есть Понимаешь Да Да Я думала Это болгар Нет Индусы Слушай Значит тебе надо К некоторое время Привыкнуть К его языку Английскому Который непонятен Собянин В эмоциональном Плане В эмоциональном Сада мазахизме С вами Непонятен Непонятен Он испытывает Коммуникативную трудность Именно передавая Вот этот Сада маза Эмоцию Испытывает трудность Ввиду непонятности Создает полосу Отчуждения 10.30 Новости на РСН Русская служба новостей Русновости.ру Подъем Подъем С Сергеем Даренко На Русской службе Новостей 10.34 Мы продолжаем С Анастасией Аножко Это Русская служба новостей Право знать Настя, Настя Расскажи, что там Новенького хорошего подвижения Только что ты мне показала На бетоне между Ленинградкой И Новой Ригой Сегодня открыли новые знаки Обгон запрещен Много знаков Разметки не соответствуют Пишет Петр И всюду, всюду, всюду Смотрите, значит Они при прерывистой линии Всюду поставили Обгон запрещен И всюду выставили Экипажи ГАИ Очень много Между Ленинградкой И Новой Ригой Дабы Дабы Вбить это в ваши Бестолковые Бессмысленные головы И в ваши Бестолковые Отсутствующие К тому же мозги А вы говорите Парадокс А они говорят Да Нет А знак может Не соответствовать Разметке Но кто главнее Знак Не знаю Главнее всех инспектор Послушайте Что тебе инспектор скажет То и будет главнее Нет Вы говорите Вы самый главный человек А он вам говорит Нет Это вы самые главные люди Водители Как Завянин Детишкам в саду Да Понимаешь И все Хорошо Число курсантов МЧС Отравившихся на Урале На Урале Возросло до 153 А еще пятеро детей Отравились хлором В школьном бассейне А зачем же они стали пить хлор Объясни пожалуйста Ну это у них наверное Такая была игра Ну случайно А парами можно отравиться Сергей не обязательно пить Да Да Чтобы в бассейне отравиться Дети маленькие негодяи Они вечно совершают Что-нибудь подобное Сколько раз мы говорили Подозреваемый В изнасиловании девочки В Серпухове Ранее сообщил 40 подобных преступлений Сообщает нам кто Кто это пишет Не ветерия новости Да Силовики задержали Подозреваемого В изнасиловании девочки А сам он признался В совершении 130 Преступлений подобного рода Да Но 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 Ему вменяют 40 Потому что он Небось и врет Когда он признал Наговаривает на себя Конечно нет Но это определенная слава Как ты понимаешь Он испытывает момент славы Как в том Анекдоте про Так почему же не наказать его За все Вмышленности В том числе Да Ну ему сейчас подскажут Какие еще следуют Взять на себя Максимальная санкция 15 лет Заключение Сергеева Раз уж вы заговорили Про милицию И вы знаете Что есть объявленное Самосожжение Знаете да Арафис Сайфуддинов Милиционер Лейтенант милиции Анонсировал Что он 20 мая В 14.00 сожжет себя У верховного суда Российской Федерации Да Да И Он Ну потому что Невозможность Невозможность быть Невозможность быть Потому что 20 мая Он решил Желание бы спеть Нет На котором спеть Может быть Может быть Не пить до 20 мая Потому что человек Стоит на 85% Из воды Поди-ка сгори Из керосина Да Понимаешь Может быть Он до 20 мая Готовится Потому что Он Его там засудили За то что он Якобы брал Одного авторитета И принес ему Телесные повреждения А Он говорит что Авторитет этот Ну Преступный авторитет Он вась-вась С гонителями Милиционера И Его теперь Его теперь Сделали крайним Авторитет хороший И все гонители Там не знаю Прокурорские Сыдейские Значит Все хорошие А милиционер плохой Вот за то что он Пытался взять его А тот А тот авторитет Избивал жену Так что У той выкидыш Случился И милиционер Встрял в этот бой Авторитета С женой Ну выкидыш Все равно Случился Значит Но Милиционер Встрял в этот бой Защищая женщину И теперь Его Тому вообще Ничего Значит Как бы Пишет милиционер А милиционера Преследуют За то что он Якобы Бил этого Этого уголовника Понимаешь Да Он говорит Ну вот как мне Как менту Жить Как мне жить Как менту Что мне делать Вот я не понимаю Говорит Что в следующий раз Будут женщину избивать Мне надо ждать Когда убьют И только тогда Арестовывать Что делать Я говорит Встрял Я вроде как Пытался ее защитить Понятно Да Это Хмао Хмао Ханты-Мансийская Автономная У нас такого не бывает В России То есть это Хмао Хмаво Хрен знает где Написано Хрен Мао Мао Где-то там Неправда Все Не волнуйся Ты делаешь волнительные глаза Тут все далеко Не надо париться Ну вот Хочется ему помочь Хочется помочь Да И мне хочется помочь Раскрыт мотив атаки террористов на Минск Оказывается сознался слесарь Что он хотел денег Я тебе скажу зачем это делается Если хочешь Вот у меня есть предположение Конечно У меня есть предположение Значит предположение таково Что белорусские власти Не удовлетворены тем Что сумасшедший Мизантроп В крайней степени Взрывает людей Не удовлетворены И они оставляют себе дверь Для возможного Коридора Они оставляют себе коридор Для возможной интерпретации Потому что теперь слесарь не изувер А слесарь-узувер Которого смотивировали деньгами Понятно, да? Да И дальше кто смотивировал деньгами Слесаря-изувера? Кто? Кто? Никто не знает А вот теперь ко всем Вот так глазки смотрите Они выли Они выли Да А ну-ка посмотри в глаза В течение многих-многих лет И теперь нет По крайней мере Я не думаю, что забудут рано Я думаю, по крайней мере Года полтора Лукашенко может Использовать этот маневр Потому что ему оставлен коридор Кто-то подкупил слесаря Выяснилось теперь Вероятно, подкупили слесаря Чтобы тот взорвал метро А если слесаря подкупили То теперь можно ходить по всему миру И говорить Ой, не выли Ой, не выли Слесарей у нас подкупили Понятно, да? Да, да То есть Лукашенко получил все-таки Я знал, что они оставят все Честное слово Потому что списать на сумасшедшего Это самое не смешное И самое неловкое Что только может быть Понятно, да? Да, и непредсказуемое в будущем главное Конечно Мы никогда не знаем, где следующий Конечно Сейчас слесаря подкупили Опа, скажет И пальцем ткнет Ты Понятно, да? Да Вот так У Лукашенко теперь есть козырь Хорошо На МКС вышли из строя Кислородные генераторы Беговая дорожка Сейчас сообщает ЦУП Что они сами сломали кислородный генератор Или там его отключили И что-то в этом роде У них там было Смотри Как заявляют в НАСА В четверг Энергия сообщила американцам О сбое в работе кислородного генератора После проведения профилактических работ При этом парциальное давление кислорода На борту станции Находится в допустимых пределах Знаешь, что такое парциальное давление, да? Нет, конечно Ну так вот сходу не могу вам это определение дать Хотите? Посмотрю Смотри Я ныряю на Найтроксе Да Поэтому я изучал эту тему Да Парциальное давление кислорода Это есть давление Ну смотри Это парциалка 1,6, например У тебя могут случиться судороги Если парциалка выше 1,6 Это значит Внимание Если ты ныряешь Я тебе простой пример Простой пример Если ты ныряешь на чистом кислороде На чистом кислороде То на 6 метрах На 6 метрах глубины под водой Тебя подколбасит и убьет Скорее всего А может и нет Ну то есть могут начаться судороги Мышцы переклинят и ты умрешь На 6 метрах с чистым кислородом Так можно, между прочим, прикончить дайвера Вместо воздуха дать ему чистый кислород Он пошел себе и на 10 метрах его Опс, нет, до свидания Все, понятно, да? Да Вот так Теперь смотри Поэтому дайверы, идущие на Найтроксе Сами расписываются Что они сами проверили парциалку Понятно? Что они проверили сами У них машинка есть Кто-то сам покупает Кто-то берет в дайцентре Понимаешь? Да Все, ты идешь на 32-36 Найтроксе Слушай, там они тоже Ты сейчас на Найтроксе дышишь Ты чем дышишь сейчас? Чем ты сейчас дышишь, объясни мне? На все волю Божию На все волю Божию Как знать, как нет Говори громче А то тебя не слышно Как знать? Как знать, как знать Значит, ты сейчас дышишь Найтрокс 21 Да Хорошо То, что ты сейчас отдыхаешь Есть смесь, приготовленная Господом Называется Найтрок 21 Понятно? Есть товарищ Все, ну и дыши Все спокойно Значит, да Что, пока баллон не кончится Значит, там сломалось Я хочу спросить наших специалистов Кого-то Ребят, а почему там ломается-то? Это что, там тоже, что ли? Действительно, там какие-то хмыри в ушанках Своими отвертками, плоскогубцами Там все это делают Как там обстоит дело в этой космической отрасли? Потому что ощущение такое Что они там поехали На старом Москвиче, братцы Сюда, значит, спиченку вставили Здесь подтянули Здесь это самое Бумажечку Бумажечку подоткнули Чтобы не гремело Вот такая фигня там на МКС Кто-нибудь расскажите, ладно? Ровно через минуту Подъем Сергеем Даренко Нойрусен Частенько мы слышим об отказах В космической технике Хотелось бы понять Там что? Там вот что в переводе на автомобиле? Там шестерка с третьим движком? Или что? Алло, здравствуйте Дослушаю вас Доброе утро, Александр По технологиям космическим Там все надежно Но на самом деле Мотивация следующая Заставляют людей В нерисованности Крутить педали И потреблю Утомительно это дело И выводят из строя Чтобы заинфицировать свои замыслы А, то есть беговая дорожка Есть способ угнетения Беговая дорожка Есть способ угнетения Космонавтской расы Я вернусь к терминам Спасибо, спасибо Я вернусь к терминам полторанина Значит, космонавтская дорожка Есть термин Есть способ угнетения Космонавтической расы И космонавтическая раса Туда подпихивает вся гадость Понимаешь, гайки отвинчивает Понятно, да? Вредит, короче Космонавт вредит И на завтра ему говорят Там, Смит Или бёг весь Как тебе сказать Что-то я не вижу тебя на беговой дорожке А он говорит Так она же сломалась Понятно, да? Да И он ждёт потом космического корабля За пару десятков миллионов долларов Или сотен Который принесёт ему гаечку Гаечка, говорит, куда-то делась Говорит, куда-то Куда-то в траве потерялась Где-то, говорит У рельсов там Это летает Ага 7-8-8-10-7-0 Нет, правда Всё время какие-то отказы Там, в космическом вот этом пространстве Там что? Там шестёрка с третьим движком Вот МКС Если перевести на наш понятный язык Алла, здравствуйте Здравствуйте, Михаил Москва Да, Михаил Продолжая вашу аналогию Это, пожалуй, всё-таки не шестёрка с третьим движком Это, можно даже сказать, что Вполне себе новый Мерседес Да Но есть нюансы Да Если ваш новый Мерседес вдруг там Заспущал двигателем новый Да Может быть Да Машины сложные, они иногда ломают Да Едите на автосервис А, в общем, как бы Сервису звонить очень долго И не факт, что приезжать от ремонти Ну да Вот, поэтому постоянно что-то ломают Механизмы, они Ну часто ломаются Они всегда подвержены в нос Скажите, Мерседес не очень удачный пример Потому что Два или три года назад Очень смешной был случай Когда новую Цэшку показывали Я не знаю, вы слышали или нет Про этот облом А там дверь чё-то не срывалась? Нет, когда Цэшку показывали новую Пару-тройку лет назад Нет, по-моему, четыре года назад В Женеве Значит, туда сел главный конструктор Мерседес Вокруг столпились люди с камерами И он включает, а ничего не включается Понимаете? И он такой виновато, как пёс Такой говорит всем корреспондентам Говорит Ребят, я надеюсь, вы не станете Показывать это в репортажах? Ну, естественно, все показали И так что Мерседес нет Давайте с Тойотой сравним Вот, поехали Тойота Тойота или шестерка Жигулей? Все-таки Мерседес, да? Ну, я думаю, даже и с Тойотой можно сравнить Можно То есть там все безотказно Почему тогда у них генерация кислорода Это же важная фигня Или они могут добавлять из баллонов на глазок? Ну, там на самом деле достаточно сложный агрегат Это система генерации кислорода Там есть и фильтры поглотителей И поглотители углеплоты Которые периодически надо заменять Да Опять же, мы же имеем дело... А вы разбираетесь в этом? Вы разбираетесь в этом или нет? Ну, немножко разбираетесь Это похоже на дайверский ребризер? Или нет? Да, знаю, сам дайвер Это типа ребризера, что ли, фигня такая? Да, 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 да Это скорее похоже на ребризер Но учтите еще такой вопрос Что мы имеем дело с абсолютно замкнутой экосистемой Ага Нужно постоянно регулировать влажность Периодически нужно какие-то прочищать Эти вот патрубки, которые удаляют эту влажность Да, да, да Здесь же в условиях космической станции Любая плесень, которая заводится в каком-то влажном месте Она потенциально может убить весь экипаж Поэтому нужно периодически сделать профилактику Я думаю, там никаких поводов для паники нет Просто, ну, плановый ремонт А вы где-нибудь покупали когда-нибудь во фрешопе, когда ездили Такую маленькую запаянную капсулу, где живет какая-то таракашка в воде Значит, креветочка И у нее там замкнутый цикл полностью Водички немножко, травка какая-то растет, креветочка, не видели? Ну, видел что-то подобное, да, очень интересная штучка Запаянная капсула То есть, космонавтам надо тогда, ну, по-настоящему посадить там пару пальм И какие-то животные, которые будут специально пукать сероводородом То есть, создать некий обмен веществ аналогичной Земле Ну, в принципе, да Но, к сожалению, на МКС достаточно мало места, чтобы там организовать полноценный замкнутый цикл Я, тем более, такого количества потребителей кислорода Все должно быть маленькое Крошечные носорожки должны бегать, специальные такие Да, спасибо, Дед, правда Ты видела креветку запаянную? Я слышала, что есть такая проблема перед учеными Сознать, я слышу от вас, что это, оказывается, уже сделано Сделано, она живет, но не ограничена А долго? Нет, не все время, не все время Пока ты ее не потеряешь, она живет, потом ты теряешь И никто не знает, сколько они живут Слушай, запаянную капсулу, помещена креветка Там какая-то водоросль тоже среди креветки Значит, и еще что-то, и вода Все это пукает, значит, все время перерабатывает друг друга Один пукает, другой перерабатывает Я поняла, да, это очень интересно Дышат друг другом, в известном смысле дышат друг другом, как об этом пишет Джуан Цзы Вещи и предметы дышат друг другу, вдыхают друг друга, понимаешь, да? Сама в прямом смысле пукнул, другой вдохнул, все, переработал, пукнул, тот вдохнул Все как в жизни, Сергей Ты не пукнул, никто не вдохнул Вы так говорите, так все так и есть Да, да, да И без капсулы, без всякой Да, да, да Да, да. Если креветка откажется пукать, травинка погибнет, погибнет креветка мгновенная, и все, должны пукать, точка. Понятно, да? Да. Значит, вот почему нельзя на МКС сделать так? Я не знаю. Причем, как мы люди разные, например, американец пухнул, мы вдохнули, мы пухнули, американец вдохнул, и так далее. Это было, создало бы какую-то замкнутую систему, ты понимаешь, нет? Вы предлагаете им снять скафандры? Ну что-то, ну что-то в этом розе. Я не понимаю. Хорошо, почему там все ломается, мы так и не выяснили. Хоть одного космонавта. Ты еще космонавта? Я знаю, Сергей, это Мерседес, но 15-летней давности, которая очень дорога в обслуживании. Поэтому иногда, если ему что-то отвалится... А, старая Мерседес, коробка барахлит... Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Да, здравствуйте, вы разбираетесь. МКС гораздо в совершении Бугатти. Вот, объясните, почему там ломается. Бугатти это маленькая компания, МКС создавала НАСА и наш космический центр. Скажите, почему там что-то ломается иногда? Вот мы частенько слышим, простите. Ну, выбрала человеческий фактор. Ну, вот отключили сами, там, ручкой, да. Куда-то сели, ни на что, да? То есть имеется в виду, сели или позабыли что-то? Ну, люди же там живут в замкнутом пространстве. Ну, иногда у них бывают... Срывы. Срывы, да. Или это недисциплинированность, как, например, выпил кофе, поставил чашку вместо... Нет, это строгая военная дисциплина, да. Там строго. Дорожку сами сломали? Вот нам сказал человек, что они сами ее сломали, чтобы не проходить вот это вот истязание на дорожке. Ну что вы, дорожка это важная вещь. Конечно, они могли ее сами сломать по слабости человеческой, да. Но, в принципе, у них огромная проблема потом с восстановлением мышц. И они должны держать форму, чтобы ходить потом по земле, когда они спустятся вниз. У них там три главных проблемы. Первая – запах. Потому что запах там ужасный, да. Почему, почему? Система фиалка плохо работает. Ну, потому что вы же не можете все время дышать регенерированным воздухом. После двухсот регенерации там все время есть запах. Ну, закройтесь в квартире и проживите год в квартире с кондиционером, да. Ну, да. Ну, забьются рано или поздно. И в туалет рано или поздно пройдет что-то, что фильтром уже не фильтруется, да. Значит, первая проблема – запах. Согласились дальше. Вторая проблема – это однообразность жизни, да. Это, ну, не знаю, вы учились, может быть, на инженерном факультете, да. То, что они делают – это постоянные лабораторные работы. Постоянные лабораторные работы. У них есть там список, там, 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 на СМИ, там, запишите результаты туда, подойди к окну сфотографируй в этот момент, там. То есть, это такой вот график, там, с утра до ночи, вот у него там есть трога-трога такой. Ну, и, конечно, общение тоже однообразно, анекдот номер четыре, там, ну, и так далее. Нет, слава богу, анекдот ру еще существует, и они по интернету могут хачать, да. А-а-а, интересно, интересно. И третья проблема – это приземление и мышечная атрофия мышцы, вот это вот. Ну, и еще проблема, надо же там себя показать, чтобы потом еще раз взяли, потому что основные деньги-то на орбите зарабатывают. Вы космонавт? Нет, я не космонавт, но у меня друг космонавт, Александр. Я понял. Спасибо вам огромное, спасибо, спасибо, что позвонили нам и раскрыли нам так. Значит, это намного совершеннее. Бугатти, говорит человек, который точно все понимает о космической отрасли и вдоволь дружит с космонавтом настоящим, в отличие от нас с тобой, понятно? А в конце можно я расскажу, вчера еще была, но наша Вселенная наполнена запахом малины, установили европейские ученые. Это вчерашняя новость, я не успела. Потому что от нашей Вселенной пахнет Максом Планком. Нет, а, извините, чем? Особый запах, молекула химического соединения формирует особый запах лесной малины, и ей этой молекулой наполнена... То есть, если бы кто-то пролетал мимо нашей Вселенной, именно нашей Вселенной, именно этой Вселенной, может быть, какая-то семечка в малине, послушай меня, может быть, семечка в малине какой-то гигантской. Анастасия Янушко провела этот выпуск, Ирина Спасская расскажет вам о спорте, а я пойду и проживу ее эту пятницу, 22 апреля.